Сегодня такая будет лекция, да, ее можно, наверное, будет словно разделить на две части. Первая часть будет такие немножко пространные разговоры, на первый взгляд, может быть, вам покажутся. Вторая часть будет более прикладная. И в преддверии хочу сказать, что все, что я буду говорить, это такое сугубо как бы имхо, потому что, ну, это какие-то мысли, которые потихонечку-потихонечку как-то скапливались, образовывались у меня в голове. По ходу вот того, как я разбирался с рисованием, да, потому что отучившись, я понял, что у меня очень много пробелов, да, как бы в образовании. То есть меня еще позвали преподавать, и как-то вот мне вдвойне нужно было, так сказать, быстренько все дело наверстывать. И, значит, пришлось мне уже как-то догоняться самообразованием. И вот в процессе этого самообразования я потихоньку пришел к тому, что у меня в голове был достаточно серьезный бардак. И этот бардак, он мне мешал как-то полноценно как бы развиваться. Я сперва думал, что просто у меня там как-то вот что-то руки там, да, не работают, что тут не получается, там не получается. Тыркался, 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 но почему-то это не давало определенный результат. Тогда я стал как-то пытаться думать, анализировать там, что к чему, почему, откуда растут ноги. И в итоге вот этих всяких копаний пришел к тому, что ноги достаточно далеко там растут. И вот об этом будет речь, да. Соответственно, это какой-то вот такой немножко личный опыт, который не претендует на истину в последней инстанции. Так что, ну вот заранее, да, говорю. И первая часть, она будет во многом касаться подхода, потому что очень часто человек опять же таки в процессе развития, будь то студент, будь то просто какой-то уже начинающий автор или даже какой-то достаточно состоявшийся художник, то есть все равно, если он вдруг перестает как бы останавливаться обучение, останавливаться какое-то развитие, он как бы немножко начинает как бы съезжать обратно вниз. То есть изобразительное искусство – это такая область, которая, она бесконечна, да, ты всю жизнь там что-то потихонечку делаешь, делаешь, делаешь. И вот речь идет как раз таки именно о подходе вот к этому деланию, о подходе к этому как бы обучению. К обучению в ВУЗе, к обучению там, не знаю, как бы вот в школе здесь, например, к самообучению. Потому что подход, он очень многое как бы решает. И, соответственно, все вот вокруг как бы рисунка. Не зря, да, вот как бы наша тема звучит как рисунок, графический язык. Сам этот образ, он вот отсылает и делает такую параллель как бы с языком, ну вот как бы с вербальным, да. Если мы вот сейчас немножечко как бы так вот как будто бы отойду в сторону и скажу пару слов именно вот о какой-то как бы языковой, да, этой теме. Но лишь для того, чтобы нам в дальнейшем было проще на этом, как бы примере, на этом образе понять, как бы о чем будет дальше идти речь. Значит, язык, да, вот то, что вот в обиходе мы как бы с вами общаемся, в принципе, это что это набор просто звуков. То есть изначально это такая как бы какая-то вот звуковая волна, да, которая, складываясь в определенную систему, дает возможность нам делиться информацией. Соответственно, письменность это то, что записывает, да, как бы из-за своего рода уже конвертация, которая переводит условно как бы MP3 файл, да, как бы в JPEG. Но сперва была фонетика, да, потом нужно было ее конвертировать как бы в письменность. И потом как бы считывая эту письменность, мы можем мало того, что передавать мысли как бы вот между собой, так мы еще можем общаться с давно как бы ушедшими людьми там. То есть проходит века, столетия, а мы можем поговорить буквально с каким-то как бы автором. То есть это вот такой очень как бы важный момент. И во многом язык изобразительный, он тоже делится какой-то информацией. То есть она абсолютно как бы разная, и так же как тексты абсолютно разные, какие-то нас поучают, какие-то нас просто развлекают, какие-то просто ни о чем. Соответственно, то же самое может быть как бы с визуальной информацией. И как вот эта фонетика, как звуковая волна как бы соотносится с письменностью, с этим скриптом, примерно в таких же отношениях у нас будет в дальнейшем как бы находиться реальность ее изображения, ну, в рисунке, в графике. И если обобщить, то в принципе язык — это довольно сложная система, которая имеет ряд там каких-то конструкций, правил. Если ты знаешь эти правила, ты владеешь языком. Если ты правила не знаешь, ты, может быть, тоже владеешь языком, но как бы не так совершенно, и, может быть, ты чего-то не поймешь. Это очень легко понять на примере изучения какого-то иностранного языка. Поначалу ты там пык-мык, да, потом постепенно что-то понимаешь, потом можешь читать в сложную литературу, с поводом общаться, и он уже становится от тебя как бы родным и органично. То есть постижение этого языка, оно достаточно такое как бы вот поступательное. Значит, графический язык, он также должен поступать, но по идее постигаться. И очень часто бывают у людей как бы ошибки и какие-то вот тупики, потому что они, так сказать, проскакивают, там, может быть, какую-то азбуку, может быть, какие-то такие совсем базовые вещи, примитивные. И даже не догадываясь о том, что где-то вот там как бы какой-то косяк, они, так сказать, вот как бы упираются где-то. Поэтому я, опять, это первая часть, она будет о таких очень, может быть, вам покажется банальных в самых обыденных вещах, которые и так всем очевидны. Но зачастую вот эти как бы обыденные очевидные вещи, они, ускользая от внимания, да, как бы не берясь в расчет, вот мешают нам как-то развиваться. По крайней мере, на моем личном опыте у меня было именно так, поэтому я, так сказать, не понаслышке с этим знаком. Так вот, если возвращаться к языку, значит, буквально это чередование звуков, то есть есть гласные, есть согласные, есть какие-то паузы, и вот, казалось бы, вот такие три составляющих, их чередование, всевозможное, оно в итоге дает нам членораздельную речь. Значит, графический язык, он имеет схожую как бы анатомию, да, и вот эти как бы гласные и согласные, это будет в графике противопоставления, да, там, темного, светлого, там, большого, маленького, да, то есть такие как бы контрасты, скажем так. И вот это чередование, что буквы там постепенно-постепенно как бы складываются, то же самое будет чередование как бы в рисунке и в графике, то есть чередование, опять же, тех же контрастов, каких-то там, грубо говоря, нажимов, линий, акцентов, оно в итоге нам может сложить как бы картинку. То есть графический язык — это система знаков, так же как алфавит, да, как вот письменность является определенной системой для описания реальности. Но сам алфавит, сама текстовая как бы вот какая-то конструкция, основа, она как бы условно, то есть она, да, вы понимаете, она как бы вот в рамках какого-то социума, в рамках человечества она как бы работает, но она по большому счету не имеет ничего общего именно как бы с самим звуком, со звуковой волной. То есть вот такие как бы моменты. То есть этот дуализм, с одной стороны, вроде бы такой как бы странный, но он имеет место быть и вокруг него все в дальнейшем будет закручиваться. Значит, соответственно, эти принципы, которые я назвал контраст и чередование, они, наверное, если так посмотреть, не то чтобы основные, но почти все можно к ним свести. То есть это будет либо чередование чего-то, да, какая-то ритмика, либо это будет контраст. Причем контраст это не только базовое, там черное, белое, большое, маленькое, это там сложное, простое, да, какое-то там, не знаю, фактурное, не фактурное, цветное, то есть все, вот все, 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 его можно как бы разделить на одно и второе. И по большому счету сталкивая как бы вот эти моменты и достигается какая-то выразительность, то есть решаются какие-то задачи. Ну и это все чередуется, и вот таким образом у нас возникает некая как бы графическая речь, скажем так. И вот эти все элементы, они могут решаться, точнее не то, что решаться, они могут использоваться для решения каких-то задач творческих, там, композиторских, но в то же время они могут решаться для задач достаточно технических, учебных, то есть, например, там, сочинить условно картину, да, это как бы одна задача сложная. Или, например, просто изобразить гипсовую голову или череп, это другая задача, достаточно как бы примитивная по отношению к сочинению картины, но она тоже требует какого-то вот как бы разговора. И если привести между этими творческими и более такими учебными прикладными заданиями какую-то параллель, тоже языковую, то первое, творчество, оно будет похоже на сочинение, а какие-то учебные задачи, они будут походить на изложение. То есть, кто в школе вот учился, помнит, да, там были сочинения, были изложения, вроде бы и то, и то пишешь, но в одном случае нужно там что-то подумать как-то, да, там что-то свое как бы, так сказать, добавить, а в другом случае нужно, в принципе, достаточно подробно, как бы близко к тексту изложить то, что ты видишь. Соответственно, мы с вами будем как бы скорее вот на примере изложений, да, говорить, потому что творчество, сочинение такая очень как бы широкая, очень обширная как бы тема, и там, с одной стороны, есть определенные правила, с другой стороны, там правила не писаны, да, то есть она такая как бы неоднозначная, и эта территория не для выяснения каких-то вот таких как бы базовых, да, моментов. Значит, вот мысль номер один, да, такая стартовая, мысль вторая, которая на самом деле тоже очень примитивная, но она такая достаточно как бы важная, об нее спотыкаются почти все, я лично об нее спотыкался, да, об этот момент, он касается внешней формы, то есть внешнего вида, да, если мы с вами посмотрим на рисунки, ну вот я вообще просто сейчас включу любые какие-то, ну вот, например, не знаю, вот, там, такой, да, рисунок. Вот момент того, что человек воспринимает как бы картинку как вот, как нечто такое внешне законченное, и об этом, и об этом спотыкается. То есть сама как бы форма, сам условно как бы стиль или манера повторяет на типа своего рода фантик, да, но за фантиком всегда находится у нас сама по себе конфета. Конфета — это те задачи, которые автор перед собой ставил, и те задачи, которые он решал. И нужно в первую очередь думать вот именно как бы о конфете, а не о фантике, потому что бывает очень какой-то броский яркий фантик, но открываешь, и там какая-то полная химота или какое-то фуфло. И фантики, они подвержены маркетингу, понимаете, то есть очень часто они просто должны продаваться. И здесь с точки зрения фантиков может иметь место мода, тренд, потому что, допустим, сейчас как бы модно, скажем так, одно, да, рисование. Или в одной среде модно одно рисование, в другое, в третье, в третье. И если собрать этих вот трех представителей, они никогда не идут общего языка, они будут там плеваться друг на друга, поносить. Но это по большому счету глупость, это просто как бы некоторое узколобие, да, или такая как бы вот некоторая зашоренность. Это неправильно. Более того, если мы возьмем там, не знаю, 19 век, 18, еще раньше там возрожденцев, среднего века, готику. То есть в каждый период была какая-то мода. То есть среди возрожденцев было рисовать модно вот так. Условно, там даже следят какие-то подразделения, там итальянцы, они вот так рисовали, им так нравилось там. Скажем так, те же там немцы, они рисовали по-другому, французы по-третьему. И в какой-то момент там то одних там как-то выносило наверх, то вторых, то третьих. И вот там кочевала эта столица как бы культуры, да, мировой, как бы из Италии во Францию там и так далее, и так далее. То есть это такие вещи приходящие. Поэтому очень важно научиться немножко смотреть глубже, а не скользить по поверхности, да. Поэтому как бы фантик – это фантик, конфеты – это конфеты. И, скажем так, вам могут нравиться одни конфеты, мне могут нравиться другие, там кому-то третьи. Но все зависит еще во многом от ее качества. Да, качество, оно определяется начинкой. Повторяю, значит, начинка – это скорее вот именно те цели и задачи, которые как бы решались автором. Потому что может тебе рисунок или какая-то там работа быть непонятной, или она там тебе внешне не нравится. Но если ты задумаешься о том, а что, грубо говоря, автор хотел как бы даже не то, что сказать там зрителю, да, а что он как бы вот, зачем он это как бы делал. Это какой-то как бы какие-то такие немножко ньюскульные, какие-то азиатские, по-моему, китайские как бы типа вот академические рисунки, да. То есть такой какой-то вот смесь живописного рисунка, немножко гиперреализма, какие-то модные как бы темы, да. И вот представьте нечто похожее, я имею в виду, что по сюжету как будто бы, да. То есть там какая-то вот предметика, тут какая-то предметика, тут какие-то кубики, ну и тут какая-то, да, как бы штучка. То есть они вроде бы похожи, но они по сути как бы абсолютно разные. Потому что здесь, допустим, автор решал одну задачу, а здесь другую. И очень часто мы смотрим на форму и говорим, о, там это, допустим, там классно или это не классно. И эти осуждения, они зачастую пристекают с того, что нам это нравится, либо нам какие-то авторитеты сказать, что это хорошо, а это плохо. Но если задуматься, то здесь абсолютно решены разные задачи. И я, допустим, не в восторге как бы от этого рисунка, да, но здесь есть качество вот такой именно материальности. Есть тональная материальность, есть материальность в плане вот фактура, что ананас, ананасовый какой-то бетон или гипс, да, он какой-то вот гипсовый. Этот свой, да, мужичок как бы из какого-то, вот он точно из гипса сделан. Какие-то вот эти как бы сухие там растения, они вот сухие растения. И, соответственно, здесь вот как бы есть своя какая-то прелесть. И можно этому поучиться. Не факт, что это вот лучшая работа, лучший как бы представитель, но вот, грубо говоря, здесь вот такая как бы оберточка, в нее завернута такая как бы конфетка и начинка вот там та, которую я как бы озвучил. То есть какое-то такое тональное рисование со ставкой на материальность, со ставкой на вот такую как бы некоторую даже иллюзорность и натурализм. Хорошо это, плохо, неизвестно. То есть кому-то такое нравится, кому-то нет. Но, соответственно, есть как бы можно, да, не отрава и... То есть вот можно об этом подумать. Здесь, соответственно, совсем как бы противоположная история. Тоже, повторяю, какая-то вот вроде бы около архитектурная как бы ситуация, но задачи просто кардинально другие. Причем и там, и там есть тенюшки, и там, и там есть света, и там, и там вот как бы вроде бы оно более-менее как-то по очертаниям, по абрисам выглядит как бы красиво и убедительно. Но задачи кардинально другие. То есть здесь идет скорее такая как бы вот жесткая аналитика, жесткий конструктивный анализ. И вот эти все внешние как бы красивости, они очень как бы на втором плане. Соответственно, здесь совсем другие задачи. И эта конфета такая как будто бы более умная, да, та такая вот как бы какая-то баблгам, да, это такая вот более полезная, более такая суровая, более питательная. Но опять же таки иногда хочется, может быть, какой-то как бы дряни, да, поесть. То есть оно как бы все вот... И опять, в зависимости от контекста, смотря где, смотря кто, смотря как бы вот куча-куча факторов. Соответственно, начинка, да, ее состав, он помимо вот просто какого-то личного предпочтения, всегда еще, как правило, несет какую-то идею. Идея здесь подразумевая не только что, вот автор хотел сказать, а как бы некая идея, которая движет как бы художником, там, творцом, да, как бы пафосно это не звучало. То есть идея, они, как правило, такие достаточно приземленные, связаны с каким-то страстями. То есть либо это вот желание там побольше лайков в какой-то среде, например. Ты знаешь, вот там любят вот это, будут делать вот это, соответственно, ты это как бы делаешь. Есть какой-то план, какой-то уровень, ты начинаешь это как бы вот там типа клепать, такие все там, о, классно, классно, там пошли лайки. В принципе, вариант как бы. И там это все можно потом как бы конвертировать в какие-то как бы средства денежные и жить как бы безбедно. То есть вариант, вариант, да, но в плане какого-то развития или обучения, наверное, как бы это будет немножко не так эффективно. И это будет игра на одном поле, то есть не будет какого-то движения вверх или вниз. Второй вариант. Ты там, не знаю, хочешь опять какая-то вот такая гордыня-числавия, хочешь там войти в историю, как-то вот повернуть как бы вот линию искусства, да, в какую-то там, в какую-то степь. Там то, чем занимался Пикассо, Матисс, то есть вот они были какие-то, вот они хотели как бы повернуть и в принципе повернули. И они тоже искали какую-то некую форму, которая вот должна была бы как-то добавить какую-то, что называется, добавочную стоимость, да, всему как бы искусству. То есть то, что такие мотивации как бы или ты просто выполняешь работу, тебе заказали, тебе сказали, вот будь добр, сделай так и так. Либо ты просто вот делаешь как-то, как у тебя получается, и ты в принципе по-другому не хочешь, не можешь, и все устраивает, но это тоже в принципе некая как бы идея, да, вот как бы просто я получаю удовольствие и все как бы там в порядке. То есть вещи какие-то достаточно-таки абстрактные, может быть они как бы не впрямую прикладываются к учебному процессу, но если об этом подумать, ну там кое-что бывает проясняется, потому что очень часто мы с вами действуем как бы, знаете, на таком полуавтомате. И повторяю, если ты как бы профессионально работаешь, то делай там то, что там у тебя делается, там и все как бы окей. Если ты как-то хочешь развиваться, то вот здесь вот этот автоматизм, он очень часто может как бы тебе повредить, потому что он ограничивает, он реально тебя ограничивает просто. Значит, такая вот как бы маленькая мулечка, но о ней я хотел как бы сказать. Вот. Теперь дальше, если мы с вами немножко продвинемся, что у нас там будет такое? Значит, работа с визуальной информацией. То есть мы с вами сначили с чего, что язык, он в принципе зачем как бы типа создан, да? Для того, чтобы делиться информацией, для того, чтобы можно было коммуницировать между как бы людьми. И напрямую сейчас, и как бы вот в течение времени, да? Соответственно, визуальный язык, он занимается тем же самым. То есть он должен как бы эту информацию передавать. И здесь есть момент, что если мы опять возьмем какое-нибудь произведение, какое-нибудь произведение, да? Не знаю, что. Ну, допустим, «Капитанская дочка», так, навскидку, да, такая вот школьная программа. То есть там помимо как бы сюжета, да, внешней формы, внешней формы, есть что? Во-первых, есть некий как бы маркер времени. То есть это вот такая условно как бы документальная история, и многие по ней там пугачевский бунт, там все проходит и так далее, да? Как бы его воспринимают. С другой стороны, помимо вот этого какого-то отсыла как бы к реальности, помимо просто внешнего сюжета, что там вот паренек там пошел туда-сюда, там как бы вот это с ним произошло, и потом там так, то-то и то-то. Есть еще некая как бы, скажем так, ну какая-то образная, да, как бы составляющая, которая, так сказать, может быть перенесена из того конкретного времени, из того контекста в другое время, в другой контекст, но какие-то отношения там будут сохраняться, да, с какой-то личностью выбором и так далее. То есть получается, что любое произведение, ну как бы стоящее, да, оно как бы многослойно. Это не просто вот там тебе на, почитай, как бы пошел туда, там сел, как бы там встал, там умер, все, да? Как есть такой мемчик, да, в интернете. Родился, потерпел и умер, да? То есть в принципе вот в трех предложениях можно как бы вот жизнь каждого человека подвести как бы вот к этому, к этому как бы списку. Но за каждую из них там стоит какая-то, на самом деле, очень такая глобальная, глобальная история. Значит, получается, что эта многослойность, она также присутствует и в изобразительном искусстве. То есть любая как бы картиночка, даже учебная, то есть даже учебная, я сейчас не говорю вообще о каких-то вот там творческих там вещах, да, серьезных или не очень серьезных. Но даже какая-то учебная штучка, она как бы имеет несколько слоев. И давайте сейчас немножко вот поговорим об этой как бы слоистости, то есть, грубо говоря, с чем вообще работает графический язык. То есть какую информацию визуальную, каких как бы типов он пытается, так сказать, как-то обработать, донести ее. Потому что рисование — это что? Это вот в принципе обработка информации и как бы передача ее там дальше зрителю, да, как бы слушателю. И вот эти все эти информационные как бы слои, да, я их так назвал образно, скажем так. Эта штука, конечно, она такая очень как бы неоднозначная, но в принципе так же, как вот на этой картиночке, если мы посмотрим, да, вот они как бы друг на дружку как бы накладываются, разные слои, они начинают дополнять и как бы немножко преобразовывать, получается там третий, четвертый, пятый оттенок. То же самое в принципе происходит и вот в изобразительном искусстве. И что касается этих слоев, можно, на мой взгляд, выделить как бы три основных типа. Первый тип, да, и вообще первый как бы слой, который здесь, допустим, желтенький. Самый поверхностный, самый вот такой как бы вот первый, кто встречает зрителя. И, как правило, если брать обыватели, они смотрят именно на него и дальше как бы даже не углубляются. То есть им этого достаточно. Это вот внешняя форма. Это внешняя форма, это физическая оболочка, это условно материя. То, что, как правило, можно потрогать. И самое главное то, что может назвать любой человек. Любой человек. Что под этим имеется в виду в контексте изобразительного искусства, да, и даже каких-то вот, не знаю, допустим, кубик, да, там, или вот, или вот даже вот сейчас, чтобы опять не быть голослом, давайте вернемся к тем же картинкам, которые мы уже с вами начали рассматривать. И на них я постараюсь мысль свою как бы объяснить, да, вот форма. И то, что каждый может потрогать, пощупать, любой там дядя Вася, дядя Петя с улицы придет и вам как бы расскажет. Другое дело, что он технически это не сможет, да, как бы, допустим, изобразить. Но именно на уровне как бы вот здесь. А Микеланджело говорил, что рисует не руками, а рисует головой, да. То есть именно на уровне какого-то как бы вот интеллектуального процесса он будет с вами на одном уровне. То есть вот если опять к этой вернемся штучке, вот она как раз-таки в первую очередь обращается к самому поверхностному внешнему слою. То есть ананас ананасовый, кубик там как бы вот такой-то, да, череп там барана или кого-то, корова, да, там так-то лежит, голова там так-то лежит. И в принципе вот это все можно описать, то есть он такой описательный. То есть ты просто вот как бы смотришь и все перечисляешь. Чем, так сказать, ты внимательней смотришь, чем ты внимательней перечисляешь, тем ты будешь полнее, полнее, полнее как бы создавать картину мира. Соответственно, одна из таких стартовых ошибок у начинающих, это как раз-таки вот ложная мысль о том, что это и есть вот тот самый путь как бы искусства, обучения и так далее. Что нужно просто вот все это научиться, как бы очень так вот внимательно, подробно как бы рассказывать. И все будет классно. И вот здесь человек идет по этому пути и в принципе достаточно успешно у него как бы получается и наблюдать, и рассказывать. И он вот делает как бы некоторый такой, ну как сказать, вот такое описание действительности, да. Это вот тот самый как бы первый слой. Он не только может быть в натюрморте, да. Он не только может быть в каких-то вот таких вещах. Он может быть и, ну например, не знаю, там в голове гипсы. Ну вот опять. То есть как бы ситуация вообще, картинка другая, да, другая стилистика, другие задачи. Рисунок он такой как бы не столько учебный в плане, что он не такой как бы сухой чем-то. Есть какая-то композиция, да, все отношения темных, светлых, то есть там к формате, там этот весь силуэт, да, большого света, как там тень там работает. Но по большому счету он просто воспроизводит голову, но голову освещенную фонарем. Достаточно подробно, то есть автор как бы там все это дело описал, получилась вот как бы такая, такая как бы история. Если какой-то взять другой пример, да, поверхностного, скажем так. И здесь она уже как бы даже заслужит какого-то уважения, потому что реально, ну не каждый так это выкрасит. То есть нужно как бы постараться. Нужно время, нужны силы, нужна хорошая фотография. И самое главное вот как бы, блин, желание вот это все делать. То есть такой как бы процесс вопросительный, но он вот, вот он как бы в крайности до чего может дойти. И действительно так многим нравится, типа нифига себе, прям как живая, как фотография, да, настоящая как бы вот там прямо и пот или что там, какие-то вот капельки там, все, и вода течет. То есть прямо спецэффект на спецэффекте, в общем, здорово, и все простым карандашом человек сделал. То есть и на формате там метр на метр. То есть замечательно. Вопрос зачем вот именно? Вот это очень хороший вопрос. Причем не все доходят до вершины, да, то есть кто-то вот чуть раньше останавливается. Но в принципе как бы ход тот же самый, да, то есть опять фотография, опять вот как бы карандаш или что-то на уголь, не имеет значения. Вот как бы человек достаточно как бы старательно это все дело как бы и не безуспешно в какой-то как бы степени, да, все это дело воспроизводит. И вроде бы этот рисунок такой как бы смешной, и он как бы явно уступает тому предыдущему, ну, в плане мастерства, в плане какой-то этой виртуозности. Но с другой стороны, в каком-то контексте, где-то куда-то, в плане какого-то дизайна, вставки вот такого имейджа, он мог бы быть. И он, наверное, был бы более уместен, например, чем какой-то такой, не знаю, там, какой-то возрожденческий, возрожденческий, да, рисунок, к примеру. А вот, допустим, человек еще как бы, вот он немножко прошел и, в принципе, говорит, хватит, уже как бы здесь буду. И на вершину как бы не полез. То есть то же самое, да, как бы скольжение по поверхности и попытка как бы вот довольствоваться какой-то внешней формой. То есть чем как бы оно вот вроде похоже, тем как бы и хорошо. Значит, это самый первый слой, самый такой вот, с одной стороны, примитивный, и на который очень часто как бы ловятся начинающие, особенно если они занимаются как-то самостоятельно, без какого-то вот, не знаю, как бы курирования. Либо если они не то чтобы простодушны как-то вот в обучении, вот они так могут на это повестись. И повторяя зрителей, если мы возьмем как бы не вот сейчас я просто специально какие-то головы там, да, вот постарался подобрать какие-то такие объекты, то есть голова, голова, голова. А если мы возьмем там какие-то картины, охотники на привале там или последний день Помпеи там вот смотрят, как там типа вот они бегут, там вот блин, а там это рушится, а вот он там сидит, он этого птицу там подбил. То есть вот, а если вдруг какая-то как бы сюжет типа непонятный, ну типа фигня картина, короче, типа неинтересно, ну не нравится, то есть непонятно, что там вообще изображено. А то, что грубый художник, когда он немножко хотя бы как-то начинает развиваться, его очень просто, многим просто пофиг, что изображает. То есть там совсем другие интересы, совсем другие как бы вот, как сказать, процессы происходят. Для людей многих это просто за грани, то есть они понимают с чем как бы работается там, да. Соответственно, очень важно не, с одной стороны, опять же таки, не вестись вот на этот первый слой, с другой стороны, это необходимое условие, если ты хочешь сделать какие-то, скажем так, убедительные вещи. Потому что вот поверхностный слой, он работает именно с оболочкой, то есть как бы самой такой вот как бы корочкой поверхностной, которая более всего похожа как бы на реальность. Если ты эту как бы корочку улавливаешь, если ты можешь ее воспроизвести, то твои изображения будут вот как живые. В плохом смысле они будут или в плохом случае будут как фотографии, а в хорошем будут как живые. То есть это момент такой как бы тонкий. И, скажем так, многие авторы, они доходили как бы вот до такой, как бы, как сказать, внешней юллюзорности, но при этом сохраняли определенную художественность. Даже если посмотреть эту спину, например, как бы спина, да, то есть она тоже такая немножко сладенькая, такая чуть-чуть глинцеватая, как бы, да, вот такая как бы натуралистичная. И там волосики прямо так блестят. Но все равно она, во-первых, как бы сделана со знанием дела, то есть она там конструктивно, пропорционально, пластически, как бы все там, в общем, достаточно крепко взято. Когда по тону там все выдержано и она достаточно и объективна с точки зрения анатомии, то есть, допустим, человек вот хочет сделать вот такую, как бы, реалистичную штуку, зачем-то это ему нужно, опять же таки, исходя вот из его, как бы, каких-то идей, целей, да, из этой начинки. То есть можно завернуть в такой фантик, потому что бывает, что человек хочет вот такую начинку, да, как бы, производить, есть и есть, всегда будет потребитель, который хочет такие конфеты, как бы, кушать. Но он не может сделать, да, как бы, не может сделать красивую, как бы, упаковочку, поэтому никто не будет это покупать у него. Значит, такая штука, она вроде бы спорная, с другой стороны, она в плане, как бы, мастерства реально иногда, как бы, необходима. Если мы с вами посмотрим, например, на примере пейзажа, да, вот такой осенний пейзаж. Если хоть кто-то, да, немножко там, ну, что-то в живости понимает, то он поймет, что это, ну, очень печально. Хотя вроде бы, там, смотрите, и так, и, как бы, пастозность присутствует, то есть какая-то там разная фактура, и там так лихо все намазано, то есть явно человек и покупает эти штуки. То есть он так, ну, не первый раз их делает. А вот Шишкин, да, то есть тоже по поверхности, тоже по оболочку, но куда более, как бы, интеллектуально, куда более эффектно, убедительно. И, в принципе, человек, который хочет есть такие конфеты, он, скорее, как бы, купит ее у Шишкина, понимаете, да, чем вот этих, как бы, двух. Почему? Потому что она качественнее. То есть начинка намного качественнее. Упаковка намного, соответственно, как бы, вот более дорогая, такая премиальная. И в чем, в чем, как бы, разница, да, в чем разница между, вот, как бы, вот этими там работками и Шишкиным? А качество в том, что, помимо вот этого первого слоя, есть, как бы, второй слой. Если первый слой, он касается именно внешней формы, внешнего вида, и при него можно сказать, что вот я вижу, да, вот я это вижу, и вот, как бы, вот, посмотрите, и вы тоже. Я стараюсь максимально вот это, то, что, как бы, видеоряд, да, перенести, как бы, сюда с наименьшими потерями. Так вот, значит, второй слой, он касается уже не формы, а скорее информации. И, или, скажем так, закона. Почему? Потому что каждая форма, она развивается по какому-то закону. То есть есть какая-то причина. Соответственно, если мы берем, допустим, условно, голова, да, есть там череп, есть мышцы, там есть всякие гендерные признаки, то есть есть куча, как бы, вот, так сказать, моментов, которые обуславливают ту или иную форму. Если мы берем пейзаж, там, не знаю, цвет, есть там всякие тональные, цветовые, перспективы, воздушные, оптика и так далее. То есть есть какая-то вот там история, которая все это может объяснить. Если мы берем, там, опять же, такие капиталь, вот, да, ту же, какие-то эти блочки, то есть законы построения этих примитивов. И если ты их знаешь, то, как бы, ты немножко вроде бы уже, как бы, на коне, да. То есть есть какой-то момент владения какой-то, как будто бы скрытой информации. То есть, например, вот здесь эта вся скрытая информация, она, как бы, налицо. То есть здесь, скорее, идет изображение не самой картинки капители, а изображение вот этого, как бы, закона. Что человек говорит, я знаю закон, посмотрите, как бы, я вот им владею, и при этом я его очень классно, как бы, еще упаковываю. То есть здесь, как бы, в принципе, капитель, она просто, ну, повод, просто носитель для того, чтобы вот поразмышлять о каких-то закономерностях, подумать. То есть, значит, второй вот этот слой, он внешне, как правило, не виден, хотя он всегда присутствует. То есть анатомия, она всегда присутствует в голове, в фигуре, да. Там перспектива линейная всегда присутствует. Просто ты смотришь, есть линейная перспектива. Если ты, как бы, знаешь, как она устроена, ты можешь ее, как бы, засечь. Если ты не знаешь, то теоретически ты можешь на нее выйти, можешь на нее додуматься, но она не очевидна. Она тебе не говорит, привет, я там перспективу, посмотри, как бы. и в этом большая сложность начинающие очень часто как бы когда они зацикливаются на какую-то вот такую как будто бы внешнюю форму причем иногда это бывает вот типа копирование реальности иногда брать неких бы ставил то есть вот мне нравится вот как там человек рисует я думаю буду блин вот как он рисовать и он пытается как будто все дело воспроизвести не понимая как бы через что человек пришел и если бы он то понял во первых сделал бы это может быть еще лучше автора может быть он бы понял что ему это не нужно да а может быть он оттолкнулся бы от этого модифицировал бы его бы это все еще на какой-то третий уровень понимаете то есть получается что вроде бы одни те же действия но если вдруг потому что внутри меняешь как бы подход там блин просто небо и земля значит второй слой он работает с тем что как бы мы не видим то что находится скорее как бы внутри предмета и это объективная объективная реальность объективная информация то есть грубо говоря линейная перспектива она для всех как бы одинаково понимаете то есть можно ее не видеть можно и не понимать можно и не знает можно как бы этом не знаю что отрицать но она присутствует для всех понимаете да то же самое касается построение капители то есть можно вот это все не рисовать да то что он сейчас на картинке изображено но если ты вот возьмешься те линии как бы сотрешь там все как бы сделаешь красиво тренды лишь поверх у тебя будет такая правильная капиталь она будет смотреться правильнее и лучше чем капиталь у человека который этого не знает и здесь кстати вот тоже была как бы картинка такая промежуточная то здесь вроде бы как бы разговор про форму там какое-то присутствует построение но смысл в том что здесь человек уже как бы пытается сделать как бы картиночку какую-то вкусную но не очень умела наверное потому что она и не такая даже как бы вкусная как вот у этих там азиатских друзей до которые там передают там всю материальность так далее то есть а если бы вот этот товарищ он бы взял бы ее бы вот как бы так более крепко построила потом еще применил бы знание о моделировке да там вот какой-то тональности как бы ко всему к этому она была бы намного грубо говоря вкуснее лучше то есть бы вот тот автор предыдущий капитале сделал бы вот это но захотел бы поставить задачу это все делать моделирует она бы не картики получилось вкуснее понимаете почему потому что он скажем так более грамотен более подкова значит второй слой вот это он касается грамоты касается какой-то вот повторяю информации которая не на поверхности и в принципе вот этот второй слой он работает в основном с чем мы точнее не то что с чем работать а это то по идее с чем должны работать в вузах да в спец каких-то учреждениях человек приходит по идее он должен уметь как-то там куда бедно делать картинку я слушаю на самом деле смотри тут же все как бы вот ну сложнее тоньше и он должен вот к этой типа картиночки да потом потихоньку начать прикладывать какое-то как бы знание какую-то вот это все уже внутреннюю как бы структуру это с одной стороны с другой стороны очень часто этого в вузах не происходит и очень часто вместо этого происходит как бы некий некая имитация да или как бы какой-то вот подмена до этого понятия с какими-то знаниями какими-то как бы знаниями которые не всегда они как бы достоверно объясняют вот именно какое-то внешнее точнее устройство внешнего проявления на мой взгляд опять же так это ключ к самообразованию потому что образовываться самостоятельно как бы можно дальше только в том случае если ты понимаешь ну что нужно стараться постигать вот как она устроена то есть по пусть хочет она же вас перспективы там с цветом с чем угодно будь добр как бы ну вот разберись а какие там блин расклады что как бы к чему и как начнешь с этим разбираться у тебя потихонечку будет складываться картинка и ты будешь владеть этой информацией ты будешь так сказать даже если будешь рисовать ему ждет сознательно сознательно не механически а как бы вот так сказать понимая зачем почему как откуда до что я как бы сейчас делаю то есть вот этот второй слой который как бы невидимый да но который всегда зацеплен как бы за внешнюю форму он очень очень важен и мы с вами будем работать как раз таки то есть разговоры до наших дальнейшем потому что сегодня это понимаем вас будет такая как бы вот одна из кого такую маленького цикла да как бы такая встреча он будет касаться мета второго слоя то есть вот как бы то грамм это которая одной ногой привязана к реальности до другой ногой она пытается все дело объяснить сейсмонтизировать и сложить в какую-то как бы систему значит на первом этапе на первом слою это маски бы должно быть просто внимательно и наблюдение которое постепенно должно перерастать как бы в анализ ты должен наблюдать и в то же время пытаться как бы от раза к разу понимать как бы да вот а в чем как бы китом закономерности то есть например опять же таки вот работа как бы в мухе поэтому в один год него сказали суши давай ты как будешь это антонио преподавать пластическую откуда мы блин ну как бы интересно что мне в принципе это было интересно я как бы не она там вообще не в зуб ногой в этой теме просто как бы ну и как бы так в общем и все очень и стал я да и мне нужно было как там что-то пытаться как что-то пытаться как сделать ну я просто об этом думать я стал об этом думать что-то потому как бы смотреть там бамса не бамса там до бесполезного но благо там были черепа какие-то просто смотреть на них его пытаться понять приходит стенд на что там объяснить как бы и вот смотрение 1 2 3 то есть как-то там что-то вот и и потом понял, что здесь похоже, тут похоже, тут похоже. Здесь какая-то закономерность. Я такой думаю, прикольно, стал дальше смотреть, и понял, что здесь есть закономерность. Я почувствовал, что, в принципе, оказывается, есть какие-то вещи, которые повторяются из раза в раз, и они при этом абсолютно по форме разные, но по смыслу они одинаковые. И я подумал, вдруг оно как бы так и дальше и везде. А оказалось, что дальше оно так и везде так и есть. Соответственно, когда ты понимаешь, что у любого, в принципе, явления пластического, визуального, если покопаться, там можно найти корень, и что он будет как-то условно-логически объясняться, то вот такой настройкой ты начинаешь совсем по-другому смотреть, анализировать вещи. Там есть свои особенности, смотря с чем ты работаешь. На томе это одна история, моделировка, рендер — это другая история, рисование с натуры, наблюдение каких-то отношений тонких — это третья история. То есть везде есть свои подходы, но глобально ты должен стараться всегда понять, что там происходит от раза к разу, то есть какая система. Соответственно, второй слой, он уже от анализа переходит постепенно к синтезу, он обобщает какое-то разрозненное знание и пытается сложить из него какую-то некую общую картиночку, некую формулу, которая будет работоспособной. И на своем опыте, и на опыте вообще вот своего скромного знания истории искусств, очень скромного, и могу сказать, что люди как бы этого достигают. То есть это, ну, как бы рабочий момент, то есть все большие мастера, они как бы не тыкли там пальцем в небо, да, как бы они как-то системно работали и, в принципе, потом как бы использовали какие-то вполне себе объективные знания. При этом обыватели, и об этом зрители вообще не догадываются, что там что-то есть такое просто прикольное, неприкольное, да. Начинающие, они вот как бы иногда не понимают, что нужно вот за этим как бы стремиться больше, чем за каким-то как бы внешним, да, там, проявлением, за какой-то красивостью. Опять в плане развития. Если ты как бы творчески работаешь, то опять вот там тебе нравится что-то, отлично как бы делай, ну, нет вопросов как бы. И третий слой, самый такой как бы неоднозначный, самый субъективный, это вот, наверное, то, что называется образ. Образ или настроение, или состояние. То есть это такая четкая как бы субъективная информация. Когда у тебя возникает некое впечатление по поводу вот как бы увиденного, будь то, не знаю, там стул, пейзаж, человек, события, то есть ты как-то можешь к нему как бы относиться, оно может в тебе пробуждать какие-то там условные эмоции, чувства. Либо ты можешь в этом увидеть, как бы оттолкнувшись от этого, там какой-то тебе там навился там образ, ты вот как-то через это хочешь это показать, то есть какой-то символизм и так далее. То есть это такие уже очень субъективные как бы вещи, которые можно описать словами «мне кажется». Значит, первое – это что я вижу, второе – я знаю, да, и третье – мне кажется. Или я так чувствую, или вот какая-то такая чисто субъективная штука. Значит, с одной стороны, это такая очень уже не системная вещь, она абсолютно субъективна, потому что у одного как бы будет одна реакция, у второго – другая, у третьего – третьего. Здесь все завязано именно как бы на личность условно художника, на личность автора. Но с другой стороны, это та составная часть, да, тот именно как бы слой, который делает произведение как бы художественное, делает его каким-то как бы непресным, скажем так. Потому что это все как бы мастерство, внешняя форма – это замечательно, но на первом уровне, если ты будешь мастером, ты будешь просто как бы супер-рендерить какие-то такие как бы штуки, и вместо фотографий их можно будет там продавать, да, например. Во втором ты будешь каким-то очень таким более как бы мудрым товарищем, будешь понимать условно как бы суть вещей, да, но они будут все вот скорее в рамках какого-то изучения, то есть наука ради науки, понимаете, да, как бы. А вот эта штука, она это привязывает как бы к жизни, привязывает к эмоции и делает произведение художественным и делает его каким-то вот, ну, повторяю, непресным. И вот эта образность, она как раз-таки может тоже проявляться по-разному. Образ-то не всегда или состояние не всегда там вот к человеку относится. Это может относиться там и к, не знаю, к пейзажу. Но если мы, допустим, про людей начали, опять вспоминайте вот этот там Брюс Виллис, да, как бы это вот такая попытка, так сказать, сделать внешнюю форму там не очень удачной. Потом дальше вот мы тут есть у меня разные, опять, не очень удачные, допустим, попытка вот этого второго слоя, да, когда человек говорит, так, я уже не хочу нарисовать костяной череп, я хочу типа разобраться с его формой, конструкцией там. Плоскости я знаю какие-то есть там, я знаю там какие-то вот есть там тональные, там надо как-то нажимы там делать, да, вот уже что-то он как бы знает и пытается с этим работать. Тоже не очень пока успешно, но как бы он уже вот говорит, я посвященный, я как бы знаю какую-то такую скрытую информацию. И вот куча всяких там эти все схемы, да, там бамис, не бамис, там вот все, все, короче, вот это, оно по большому счету, все эти картиночки, они как раз-таки работают вот с этим, как бы типа с законом, да, с какой-то как бы закономерностью, с каким-то вот объяснением. Но по-хорошему, так же, как здесь, да, да, эти картинки, причем это из книжки Могилевцева, но мне кажется, какая-то просто копия чья-то какая-то, какая-то, в общем, ну не суть. Но вот то, что здесь две рядом, мне понравилось, я поэтому как бы сохранил ее, да, для вас. То есть, по идее, вот это, оно потом должно как бы перейти вот сюда. То есть, на мой взгляд, если мы берем такое как бы хорошее, в хорошем смысле, да, хорошее какое-то реалистическое искусство, причем это не то искусство и не то изображение, которое вот буквально хочет повторить, да, форма, которая хочет сделать ее, ну, убедительной на основании какого-то как бы знания, да, на основании работы с отношениями, а не просто как бы с копированием поверхности. То есть, это будет реализм. И в этом смысле даже можно сказать, что тот же там Пикассо или Матисс в определенных своих как бы этапах, они как бы реалисты, хотя они вроде бы по форме там какую-то вообще мазню делают. Но они работали с отношениями, но правда цветовыми. И их работа, она заключалась в том, что они очень как бы внимательно анализировали то, что они видят, и у них какая-то шла там умственная деятельность. Просто она проявлялась, заворачивалась вот в такой фантик. Но они, по сути, как бы реалисты. А куча как бы вот пост уже, да, ребят, которые копируют их внешнюю форму, это вот уже как бы эпигоны, да, которые просто как бы скользят по поверхности, не пытаясь как бы вникнуть туда. Поэтому, грубо говоря, Матисс, вот он как бы Матисс, и там еще ряд единиц, а куча уже повторяющихся за ними, да, люди, они просто как бы копируют форму. И так далее. Так можно как бы, ну, про многих как бы, да, сказать. Значит, вот здесь как раз-таки картинка хороша тем, что она символизирует вот преемственность первого и второго этапа, что, скажем так, очень важно, опять, если мы говорим про образовательный процесс, очень важно разобраться с законами, но потом, по идее, эти законы нужно начать применять. Потому что тоже часто практика и в учебном вузе в особенности, да, в смысле не в учебном вузе, а в художественном вузе, да, в особенности, что вот это как бы некое такое, как бы вот типа давай там это все, там это все, и в итоге это все, это все, человек начинает, допустим, как-то делать конструктивно, там все как бы типа аналитически, как бы грамотно, да. Но потом он, скажем так, выходит, а там люди обычные, они не хотят этих всех, понимаете, как бы штук, они хотят вот эту как бы картинку, а у человека уже диссонанс, то есть он уже как бы, ему там сказали, что это как бы типа туфта, а это как бы круто. И получается, что в одном контексте, в рамках вуза, это как бы одна система, и там вот эта конфетка, она работает, фантики такие как бы котируются, а другие фантики типа не котируются. А когда ты попадаешь в другую систему, там очень часто как бы нужны другие конфеты, а у тебя как бы нет вот этого понимания, что в принципе как бы вот на самом-то деле у тебя производство, ты можешь его перенастроить, А ты какой-то вот, типа, станок один, да, такой локальный Поэтому два слоя, то они должны между собой как бы как-то перекликаться по-хорошему И, ну вот, допустим, какой-то еще там, да, вот тоже какая-то типа некая как бы там аналитика Ну вот там, например, гипсовые головы Просто они тоже по форме могут быть разные То есть это вся какая-то вот эта аналитика, но она завернута в разные фантики То есть вот это как бы немножко один стайл, это такой другой стайл, это третий Это там условно четвертый И еще их можно там десяток, да, другой привести И все они будут немножко разные И опять в рамках одной тусовки, в рамках условно-конструктивного какого-то рисования Мне там может нравиться одно, может другое, может третье И как бы мы там еще можем со многими дискутировать Но по факту, блин, там либо задачи решаются грамотно, либо не решаются грамотно Либо человек размышляет грамотно, либо нет То есть если ты понимаешь, что ты оцениваешь профессиональную работу Если ты как бы судишь там нравится и нравится, то просто ты как бы еще немножко как бы ну недорос, видимо То есть вот и на этом в принципе первая вводная такая как бы часть, общая теоретическая, она как бы подошла к концу